Желаю мира и приятного просмотра, с вами ЦКБРовский и сегодня у моей бабушки день рождения, ей исполняется 81 год. Я хочу к ней поехать в гости, она далеко за Киевом живет, не предупреждая ее и накрыть на стол. Посмотрим на ее реакцию, как она будет встречать внука. Так что, ребят, ставьте лайк и напишите несколько комментариев с поздравлением, потому что первые тысячи сообщений я пролайкаю. Усаживайтесь поудобнее и всем, ребят, приятного просмотра, а я буду бежать в гипермаркет Асан и делать там свою закупочку. Заходим в гипермаркет Асан и здесь какой-то праздник. Сегодня закупку я хочу сделать примерно на тысячу рублей. Я здесь пришел в хлебобулочный отдел и давайте захватим батон. 11 гривен стоит 12 копеек. Возьмем такую вот буханку. В принципе, он стоит так же, как и обычный. Дороже всего лишь на 10 копеек. Далее здесь идет такой вот сладкий отдел. Возьму вот такой вот круглый торт Спарта, стоит он здесь 68 гривен, 68 копеек. Один из самых бюджетных тортиков. Дальше здесь идет мясной отдел и я хочу взять крылышек. Давайте посмотрим, почему они здесь. Возьму вот такую упаковку. Здесь 941 грамм. Килограмм стоит 45 гривен, 97 копеек. В общем, такая упаковка на 50 гривен. Выкладываем телегу и поехали дальше смотреть продукты. Дальше здесь в холодильнике я вижу разные маринованные салаты. Давайте посмотрим, что тут есть интересного. По люстке вот эти какие-то затасканные, посмотрите, какие-то небледные. Я их не хочу брать. Давайте возьмем лучше вот такое ведерко. Оно здесь стоит 23 гривны, 5 копеек. Нам понадобятся крабовые палочки. Самый простой вариант здесь по 49 гривен за килограмм. Давайте возьмем несколько штучек. Кнопочка на весах 123. Здесь 330 грамм. Нажимаем. И крабовые палочки. Получается на 16 гривен, 17 копеек. Еще хочу взять икру, побаловать бабулю. Возьму вот такую баночку. Здесь 80 грамм. Стоит она здесь 69 гривен, 90 копеек. Намаживаем ее с хлебушком и с маслом. Будут нормальные бутерброды. Еще у моей бабули есть кот-матрос, рыженький. Он там голодает, поэтому я возьму ему корм. Сейчас посмотрим, что здесь эконом-вариант. Кролик, но его уже походу забрали по 40 гривен. Есть еще вот такой вот мяу по 41,90. Здесь получается 790 грамм. Кнопочка 11, нажимаем. И такой пакет получается на 32 гривны 20 копеек. Еще я хочу взять двушку сладкой воды. Кола каждый день за 7 гривен 95 копеек. Для салата из Ролтона нам понадобится кукурузка. Я возьму вот такую банку. Здесь 420 грамм, стоит 13,69. Закидываем. И, соответственно, возьму две упаковки Ролтона. Вот здесь стоит по 3 гривны 25 копеек. Если разницы нет в какой вкус, я возьму две упаковки. Также для салата мне понадобится майонез. Я возьму 67-процентовый. Он здесь стоит 14 гривен 20 копеек. Здесь 380 грамм. Еще я хочу взять приправу. Возьму вот такую упаковку для курки. Здесь 20 грамм, стоит 2 гривны 99 копеек. Закидываем ее в телегу. Я просто знаю, что у бабули там вряд ли что-то может быть. Лучше все же перестраховаться. Может, у бабушки нет приправа. Так, лучше ее возьмем. Осторожно! У меня бабушка очень жестко любит сладкое, поэтому я хочу взять зефир. Вот такой здесь отдел. Разный вид. Я возьму вот такую упаковку. За 24 гривны 18 копеек. Здесь полкило. Дальше я хочу взять сырок. Такие упаковки стоят по 9 гривен 90 копеек. Возьмем две штучки. Потому что бабушка любит очень сырки. И еще давайте посмотрим колбасу. На нее как раз акция. Потом еще 10 лета шану. Возьмем вот такую палку. Здесь 810 грамм стоит 70 гривен. И еще хочу взять селедку, потому что бабушка фанат соленой рыбы. Смотрите, какой здесь огромный выбор селедки. Она здесь стоит 56 гривен 99 копеек. Давайте какую-то выберем покрасивее. Например, вот такую. Давайте ее взвесим. Здесь 392 грамма. Получается она 22 гривны 34 копеек. Сейчас иду на кассу, буду рассчитываться. Посмотрим, сколько получится за вот эти вот продукты. Нормально я все же вложил. Сейчас закупка у меня составила 437 гривен 66 копеек. Сейчас я буду паковать вот эти вот продукты. И буду отправляться на вокзал. Как раз таки у меня деньги еще остаются на дорогу. Так что не переключайтесь. Приехал я уже в село. Он поехал, моя маршрутка. И сейчас будем смотреть на бабушкину реакцию. Посмотрим, где она вообще находится. В доме она или на улице сидит. Сейчас посмотрим. Тише у нас по Косте. И посмотрите, кто тут. Какой-то кот сидит. А это наш котик. Это матросик, да? Только он меня боится. Он меня забыл. Что ты? Я тебе еды привез. Что ты так кричишь? Что такое? Что ты кричишь? Что случилось? Ты что, голодный? Закрыто, да? Не пускают? Курочки всегда три штуки. Что в этом сидите? Сейчас, подожди. Надо как-то открыть квартиру. То есть ей дом. Сейчас постучу в другое окно. Может, бабуля не слышит. Пока она откроет, пройдет полчаса. Потому что она плохо ходит. Может, она спит. Что-то она не слышит. Сейчас пойду постучу в ее личное окно. Но это летний туалет. Давайте обойдем. Стычу, стычу, что до меня никто не открывает. Она вообще нам хоть жива? Я еще одна курочка пришла. Что такое? Голодный, да? Я тебе корма привез, так что не кричи. Открывай. Что ты карабкаешься? Кисун, что ты? Кушать хочешь? Привет. Привет. Что ты забаррикадировалась? Ты что, спала? Не спала и не... И так. Что ты? Рада меня видишь? Рада. Да? Что, как дела? Погано. Ну, а мы не можем ходить. Я тут приехал день рождения справлять. Я тебе подарков навез. Да. Да. Ага. Вот, спасибо. Сейчас будем на стол накрывать. Ага. Целую сумку еды. Сейчас будем накрывать на стол. Я думаю, кто это, сука? Я думала, что это... Япона. Кисун. Вот, держи. Куда ему? Тут поставить? Нет. Это колбасу. Это не тебе. Это нам. Так. На, покушай. На, покушай. Туда насыпать? Да? Да. Хорошо. На, кушай. Он уже давно выголодный. Ты его не кормишь? Нет, кормлю. Только ца уже не ма. Тикетика. А, так вот. Буду отебекать тикетик. Зачини хату, чтобы... Хорошо. У тебя тут плита работает? Работаю. Да? Хорошо. Сейчас будем тогда кушать, готовить и на стол накрывать. Внизу там где... Что? А... Того. Летрика. Что? Летрика там внизу. Когда ты меня последний раз бачила? Ну, я навіть не знаю. Я уже... Ухрыть. Я не знаю, когда я уже туда бачила. Да. Ты поправился и... Ты сегодня день рождения? Нет, пятого у меня. Как пятого, а если шестого? Нет, пятого. Вчера было? Да. Вчера. Да. Мне сказали, что шестого. Нет, пятого не забыли. Кто сказал? Кто? Мама, я тут тебе все бачу. Привез. Подарков. Я буду на стол накрывать. Призачини по хоботу. А я вчера... Позавчера включила... Кого? Той его... Ой. Уже... Як он... Кого? Газ. И что? Ну, чтобы в коте было теплее, что было. Он такой бедный. Несчастный котик. Это он уже геннадский. Он такой был... Худе? Такой был бедный. Ну, куда ты лезешь? Туда не лезешь. Мы тебе дали покушать. Мы тебе... Колбасы. Колбасы, да? А что там? Ой. Это... Кучи колбасы. Ну, что? Будем тебя на стол накрывать. А я знаю. Ну, да? Ну, накрывай. Так. Ох. А мы их тут на стулка я беру. Так. Занесем сумку. Оп. Надо свет включить. Там, дивись, в ведро не перевезли. Хорошо. Взуйся. В хату взувайся. В смысле? Круга. Кроссовки взувать? Да, да, да. Хорошо. И тут повыключай свет, а там включи. Хорошо. А знаешь, где свет есть? Где? Нет. Тут, внизу. В комаре. Где газ. Как это ты сам приехала, Сонька, на работе? Чего она уже до тебя не ходит? Сегодня вообще-то вихідный. Где ты лежал? А тут тоже. Тарелечка. Мила. Сирок. Ой. Бача, мы в хату там свет, потому что у нас будет холодно в хате. Да. А батька не приехал. Все? В лекарь не был. Был? Да. Итак, здесь я впервые, так что не особо знаю, что где лежит. Берем ножик и сейчас пожарим мясо. Распечатываем вот эту курицу. И будем разрезать на вот такие вот части. Вот таким вот образом порезал курицу, а третью часть закинул в холодильник. Теперь берем куриную приправу и сверху вот так вот все посыпаем. И хорошенько все перемешиваем. Наверх добавлю пару капель подсолнечного масла, чтобы лучше смазывалось. Дальше берем сковородку и включаем ее. Добавим сюда подсолнечное масло. Вот так вот. Я думаю, что время закидывать крылышки. Сейчас посмотрим, влезут они сюда все. Или же будем жарить за два захода. Все все-таки не влазят, много тут осталось. Дальше займусь салатом. Пока руки вытру, потому что живные. Берем крабовые палочки. Снимаем вот эти вот пакетики со всех палочек, пока там жарится наша курица. Порезал я крабовые палочки вот таким вот образом. И сюда еще добавим кукурузку, ролл там. И куриные яйца, если они здесь есть. Куры бега, значит яйца должны быть. Возьмем штучки четыре и отварим их. Вот в такой кастрюльке. Перекидывая мясо очень жестко стреляет. Оно уже почти готовое. И давайте захватим кукурузку. Что ты тут делаешь? С котиком сидишь? Хочу. А что ты была, ты с кем? А? Что это такое? Что это? Куда, куда? Куда? Мусор где-то, да? Хорошо. Открываем банку кукурузы. И перекидываем ее вот сюда вот. Теперь переламываем ролл там. Распечатываем его. И вот сюда вот его пересыпаем. Вот эти крылочки уже готовые, так что вынимаем их. И остальные вот туда вот пересыпаем. Вода здесь уже закипела, поэтому закидываем яйца туда. Чтобы они нормально отварились. Вот эти вот четыре штучки. Курица уже приготовилась, я ее перекинул в тарелку. Ждем, пока яйца отварятся на салатик. А тем временем я хочу сделать бутерброды с икрой. Так что берем хлебушек и намажем маслом. Для того, чтобы икра нормально держалась. Так будут такие вкуснее. И теперь открываем икру. Вот так она выглядит. И будем добавлять на бутыки. Посмотрим, какая она на вкус. Как раз таки получается на шесть бутербродиков. Еще я хочу порезать колбаску. Давайте отрежем. Вот так она выглядит. И я хочу ее попробовать, какая она на вкус. Шикарная колбаса. Я нормально попал на акцию, потому что сегодня Ашану 10 лет. Много нарезать не буду. Вот столько нам будет достаточно. Это останется на потом. Потому что мы столько не съедим. И осталось порезать селедку. Бабушка ее обожает. Отрежу несколько кусочков, потому что я ее не ем. Кисун, видел бы тебя Тифан. Он себе живет в хорошо квартире, а ты тут такой замученный. Я тебе корм привез, так что кушай. Так, вода здесь выкипела. То бишь яйца уже готовы. Выключаем их. Сейчас подожду, чтобы они немного остыли. И потом их порежем, добавим в салатик. А пока можно распечатать майонез и заправить его. Давайте возьмем на пробу. Хороший. Ну, что же надо добавить туда яйца. Так будет вкуснее. В принципе, можно было бы еще и картошки приготовить. У бабули ее тут хватает. Ну, я не вижу смысла ее готовить, потому что она ее кушает каждый день. Да и плюс еды у нас хватает. Так что давайте вот эти яйца почистим и будем их нарезать. Теперь перемешиваем яйца вместе с салатом. Котик, куда ты лезешь? Я тебе сейчас дам покушать. Мяска дам. Все, я тебе дам. Не переживай. Кисун тут голодает. Бабушка, особо его тут не кормишь. Потому что я сама тут ничего не ест. Бабушка мне говорит, сходи в погреб, возьми помидор. Сейчас включим свет, чтобы было лучше виднее. Оп, что-то он погас. Сейчас еще раз. Иц, иц. Включим на телефоне фонарик, потому что лампочка тут очень плохо горит. Она в аварийном состоянии. Я ее включаю, а она что-то не работает. Тут бабули разные запасики, помидоры, огурцы, закрывашки. Это, я так понимаю, картошка. Давайте возьмем одну банку помидоров. Вот такую. Так что давайте ее откроем. Много грязная. Ну сейчас, сейчас, по-быстрому. Так, перекидываем их сюда. И будем бежать кушать. В принципе, я на стол уже накрыл. Там три ведра его тоже загонят. Так, что ты билла? Кумылку? Я ложку. Что, вкусненько? Горилка мне даже. Не-не-не, я горилку не пью. Не хочу. А? А зачем нам не надо? Вино берем. Не хочу вина. А что, сока, с колой? Кока-колой, да. Сюда вина лью, да? А ты что, не пьешь желтым? Не, не пью. Стараюсь не пить. Вот так. С рюмочками, да? Ага. Днем рождения, бабуль. Ага. Давай. Чтоб ты жила сто лет. Всего тебе самого хорошего. Я тебя тут наготовил. Бери, кушай. Приятного аппетита. Спасибо. Попробуй бутербродик. С икрой. Ага. Ты когда последний раз икру кушала? Что? Икру, говорю, когда последний раз икру кушала? Что тебе больше всего нравится? Вот такой вот день рождения. Все хорошо. Сюрприз. Довольно, знаешь, я приехал? Да, довольно. Давай котику дадим носка чуть-чуть. Давай ему дадим одно крылышко, чтобы он скушал. Будешь? Нет, надо мне не давать. Да? А на что? Какую-то газетку? Газетку. Ага, вижу. На, котик, кушай. Нравится тебе такое курочка? Тебе оббирать ее или ты сам? Ты пацану личный должен уметь объедать. Да? Вкусненько. Ну что ж тебе тут корм? Или у тебя зубов нема? Есть у него зубы? Нема. Нема? Нет. Так давай я ему тогда обберу. Ай, где надо оббирать? Икру котик кушает. Вкуснятина, да? На, я тебе отберу мяско, чтобы ты покушал. А то в Киеве Тифан кушает, что хочет. Нормально в Каливью попал котик. Так что, ребят, радуйте своих близких. Делайте им сюрпризы. Я думаю, им будет приятно. Да, бабуль? Да, да. Вот так вот. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. И всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok